Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана и сегодня я вам предлагаю вместе со мной сделать уникальнейшую, очень эффективную антивозрастную маску. Маска имеет очень приятную консистенцию. В момент нанесения ваша кожа получит несколько вариантов омоложения. Маска подтягивает дрябло увядающую кожу, хорошо смягчает эпидермис кожи. В момент смывания этой маски дает очень интенсивный, мягкий и очень хороший очищающий кожу эффект. Маска отлично подготавливает кожу к ночному отдыху. Сделайте эту маску за час до сна и ваша кожа утром будет выглядеть как после очень дорогого салона. Идеальная маска для вечернего ухода сегодня представляется вашему вниманию. Маска подходит для всех типов кожи. Также можно нанести эту маску на шею, на кожу зоны декольте. Маска особое воздействие оказывает на зрелую увядающую кожу. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите 1 чайную ложку рисовой муки. Кстати, рисовую муку вы можете приготовить самостоятельно. Возьмите 2 столовые ложки обычного белого риса, перемелите в кофемолке и используйте рисовую муку для приготовления домашних масок. Рисовая мука хорошо смягчает кожу, хорошо осветляет, делает кожу упругой, эластичной. Следующий компонент для сегодняшней маски нам понадобятся дрожжи. Для этой маски можно использовать как быстрые сухие дрожжи, так же хорошо подойдут и дрожжи из брикетов. Если вы используете дрожжи из брикетов, то предварительно доведите их до комнатной температуры. И используйте для приготовления домашних масок компоненты не холодные, а той, которая будет комфортна при нанесении на кожу. Возьмите также 1 чайную ложку сухих, либо дрожжей из брикетов. Дрожжи хорошо питают кожу, хорошо подтягивают в момент подсыхания. После применения масок, в состав которых входят обычные дрожжи, кожа будет выглядеть очень упругой, эластичной. И также в момент подсыхания дрожжевые маски хорошо подтягивают овал лица. Затем в сухом виде перемешайте эти ингредиенты. Эти компоненты можно приготовить заранее и использовать как заготовку для домашней маски. По мере необходимости вы можете добавлять в этот основной компонент любые ингредиенты, которые подходят для вашего типа кожи или в которых кожа ваша нуждается на данный момент. Сегодняшняя маска для дряблоувядающей кожи, поэтому и компоненты, которые я буду добавлять в дальнейшем, именно воздействуют на возрастную кожу. Добавьте 2 чайные ложки обычной кипяченой воды. Также для этой маски хорошо подойдет и минеральная вода. Если вы используете минеральную воду, то дополнительно ваша кожа будет получать и нужные в зрелом возрасте минералы и питательные компоненты. Затем тщательно смешайте все ингредиенты. В момент приготовления домашних масок не торопитесь и тщательно взбивайте ингредиенты. Это относится абсолютно ко всем маскам и тем более к маскам, в состав которых входят дрожжи. Дрожжи в момент смешивания должны слегка подойти, дать приятный аромат и пузырьковую такую консистенцию. Дрожжи должны слегка подойти. Тщательно взбивайте все ингредиенты. Так, чтобы не было комочков. Следующий компонент для этой маски нам понадобится сок лимона, либо витамин С. Использование сока лимона или витамина С в домашних масках дает очень хороший осветляющий и тонизирующий кожу эффект. Витамин С хорошо убирает пигментные пятна, разглаживает морщины. Также витамин С хорошо воздействует и на тургор кожи. Улучшается оттенок лица и кожа становится сияющей, как после дорогого салона. Нужно взять 5 капель витамина С, либо сока лимона. Кстати, можно использовать витамин С аптечный или использовать свежий сок лимона, либо уже готовый. Я использую готовый сок лимона. Затем тщательно также смешайте все компоненты. Обязательно соблюдайте порядок добавления ингредиентов. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. И в последнюю очередь в эту маску добавьте пенный ингредиент. Можно использовать пенку для умывания, можно использовать пенку для бритья. Если под рукой нет пенки или пены для бритья, или пенки для умывания, вы можете просто натереть на очень мелкой терке обычное мыло. Лучше всего возьмите глицериновое, детское, либо оливковое. И залейте сверху кипяченой водой. Подержите на медленном огне, постоянно размешивая, до получения однородной консистенции. Добавьте 1 чайную ложку пенного ингредиента. Затем также тщательно смешайте все компоненты. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней. И использовать в качестве вечернего ухода. Эта маска отлично очищает кожу, отлично подтягивает овал лица, дополнительно питает и увлажняет кожу. Нанесите маску на умытую кожу лица. Перед маской лучше всего сделайте кислотный скраб или пилинг, для того, чтобы убрать верхний ороговевший слой клеток. Затем нанесите эту маску по кожным массажным линиям в 3 слоя. После нанесения каждого слоя делайте перерыв примерно в полминуты. Также эту маску нанесите на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз. Маска отлично подтянет гусиные лапки. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите маску влажным теплым махровым полотенцем, если у вас нет купероза. Если на коже имеются участки, поврежденные куперозом, то размягчите эту маску водой комнатной температурой. Затем сделайте скрабирующий и вспенивающий массаж также по кожным массажным линиям. Маска в момент смывания дает очень хорошее очищающее воздействие. И в момент подсыхания глубоко проникает в эпидермис кожи и дополнительно сужает расширенные поры. После смывания маска не требует тонизирования кожи, поэтому сразу нанесите питательный крем. Рецепт питательного крема я вам показала в предыдущем видео. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся завтра с новым рецептом. Всем всего хорошего. Пока-пока.